Всем привет! Меня зовут Катя, и это второй выпуск новой рубрики на нашем канале. Эта рубрика у нас теперь состоит из трех частей. Я решила включить сюда небольшой новостной блог, так как думаю, что актуальные новости туризма могут быть вам интересны, раз вы смотрите канал про путешествия. В принципе, логично. Под первым выпуском видео вы писали о том, что не очень хороший фон сзади. Я это прекрасно понимаю, знаю, и когда-нибудь это обязательно изменится. Ну что ж, начнем. Итак, напомню вам, из чего будет состоять эта рубрика. В первой части будет небольшой новостной блог. Во второй части мы рассмотрим актуальные проблемы туризма, которые мы заметили, путешествуя по России. И в третьей части мы вам покажем канал про путешествия. Хочу вам рассказать, как мы будем вам показывать канал про путешествия. Это будет пять причин, по которым стоит смотреть этот канал. И три причины, по которым не стоит смотреть этот канал. А какой канал, вы узнаете далее. Да, кстати, под первым выпуском написали, что нужно менять позы и ракурсы. Ах, я даже не знаю, как поменять. Поменяла позу. Новостной блог. Что интересного произошло в сфере туризма? Первое. TripAdvisor опубликовал 25 самых популярных достопримечательностей в мире. И как вы думаете, какие достопримечательности туда вошли? Я вам скажу, какие. Это башня Бурдж-Халифов в Дубае, конечно же, конечно же. Тадж-Махал. И еще 23 достопримечательностей, среди которых есть храм спас на крови в Санкт-Петербурге, который занял почетное шестое место. Я надеюсь, вы видели этот храм, который вошел в 25 самых популярных достопримечательностей TripAdvisor. Я надеюсь, вы его видели. Напишите об этом. Еще одна важная новость, которая, я думаю, будет вам интересна. Министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий сообщил, что цены на отдых в Турции в этом сезоне будут выше, чем на крымских курортах. Это просто праздник какой-то. Только вот интересно, на что же цены в Турции будут выше? На гостиницы? Или же, может быть, в ресторанах цены будут выше, а в Крыму ниже? Или овощи и фрукты станут в Крыму дешевле? Вот это интересно. Еще интересно, вот уровень турецкого all-inclusive тоже будет выше, скорее всего, чем уровень крымского all-inclusive, если такой вообще существует. Скоро у меня знакомые поедут отдыхать в Крым, и мы у них как раз-таки спросим, действительно ли там цены стали ниже, и станет выгоднее отдыхать в Крыму, а не в Турции, и получать полный all-inclusive. В общем, не буду я ракурс менять, извините. Что хотелось бы затронуть сегодня во второй рубрике? Это велодороги. Велодороги в России. Есть ли они? Существуют ли велодороги в России вообще? Я думаю, что практически велодорог в России не существует. И это, я считаю, огромное-огромное упущение. Потому что велотуризм – это вообще очень здорово и классно, и им могут заниматься люди очень разных возрастов. Например, потому что пеший туризм, горный туризм, он сложнее, тяжелее. Идти с рюкзаком куда-то – это тяжело. А вот велотуризмом заниматься могут даже пожилые люди, что можно увидеть, например, в Германии. С чего надо начать? Надо начать с Золотого кольца, например. Можно сделать велодороги, веломаршрут по городам Золотого кольца. Это было бы просто очень классно, очень круто. И я думаю, что очень многие бы поехали по этому веломаршруту. Понятно, что есть любители, которые любят по лесам, по полям ездить. Но есть очень много людей, для которых это неприемлемо. Но которые с удовольствием бы, может быть, и путешествовали. И вот сделать такой веломаршрут по городам Золотого кольца – это то, что нужно сделать. И иностранцы бы обязательно этим воспользовались, я думаю. Обязательно бы воспользовались. Поэтому было бы здорово, если бы вы делали побольше репостов этого видео, ставили лайки, писали, опять же, комментарии, чтобы попытаться привлечь к этой проблеме внимание СМИ, я не знаю еще кого, и в конце концов того, кто у нас является главным по туризму в нашей стране. Вот такую тему хотела затронуть в этом видео. И долгожданная третья часть, в которой мы вас познакомим с одним интересным каналом про путешествия. Это канал Дениса Доропея. Канал Дениса Доропея – это один из первых каналов, на которые я подписалась, придя на YouTube. Не могу сказать, что я прям сразу прониклась каналом Дениса, потому что все это же, ну, есть некоторые специфические моменты, но чем мне очень, нам очень часто он попадался, его канал, и в конце концов я поняла, что это действительно стоящий канал. До нее дошло! До нее дошло! Господи! Пять причин, почему стоит смотреть канал Дениса Доропея. Первое – это очень интересная подача информации. Денис умеет хорошо и красиво преподнести информацию. То есть его речь грамотная, видно, что человек образованный и знает, что говорит. У него есть свое твердое мнение, это видно. И, в общем-то, мне кажется, видеоблогер, наверное, в первую очередь должен уметь красиво и интересно преподносить информацию. И Денис это умеет, поэтому лично меня привлекает его канал. Интересно смотреть его видеоролики. Ну и здесь по обоим берегам реки идет горельник. Судя по описаниям, уже в 2011 году был здесь сгоревший лес. Вторая причина, по которой стоит смотреть канал Дениса, это то, что этот человек очень хорошо разбирается в походно-туристической тематике. И его мнению можно доверять. Если он делает какие-то обзоры, то он говорит все честно. Ага, ага. То есть если вам нужно выбрать рюкзак, палатку, спальник, пенку, что угодно туристическое, вы можете посмотреть его обзоры, и вам будет легче выбрать что-то. И при том, что он в этом очень хорошо разбирается. Он ходил уже в очень многие походы, сложные походы. И он знает, как, что работает, будет ли это работать в определенных условиях. Начнем с того, что лыжные палки должны быть с широкими кольцами. Вот подобные кольца советского образца – это хороший вариант для лыжных походов. Если вы любите ходить в походы, если вы любите вот этот вот дикий отдых, то канал Дениса – это кладезь полезной информации. Поэтому подпишитесь. Третья причина, по которой стоит смотреть канал Дениса Доропе, это то, что он мутит иногда очень интересные проекты, приключения. Например, поход к перевалу Дятлова. Это очень круто было, посмотрите. Путешествие по ледяному Байкалу на велосипедах. Представляете? Восхождение на Казбек. Уникальные съемки с квадрокоптера были на этом восхождении. И вообще весь этот поход, все эти съемки, они действительно, ну, мне кажется, уникальны, очень интересны. Пацаны как бы горят еще чуть-чуть, и зацепимся за ледик. Ладно, побрели. Приказы выполняются, они обсуждаются. Намного интереснее, на мой взгляд, чем просто какие-то пляжные поездочки на Бали, Самуи и так далее. Ну, это, на мой взгляд, кто-то любит другое. Четвертая причина, по которой стоит смотреть канал Дениса, это юмор. Это очень важно, когда видеоблогер, неважно, путешественник он или кто-либо еще, умеет шутить, смеяться и смешить своих зрителей. Денис, да, он это умеет делать. Как бы, понимаете, юмор это очень субъективная вещь, поэтому я не буду там оценивать, хорош его юмор или нехорош, или еще какое-то. Это дело вкуса, но он, на его канале есть. Действительно, пацаны, простите, я забыл, что камера пишет. Блин, думал, такая интимная обстановка, но мы укладываемся спать, и как бы дыхательные пути нужно прочистить и вытащить, в том числе, козявки. Пятая причина, по которой стоит смотреть канал Дениса, это разнообразный контент. Вы можете увидеть у него и семейные путешествия, семейные походы и советы, как организовать эти самые семейные походы с маленькими детьми. Даже если вы, наверное, и не собираетесь идти в поход с детьми, там, боитесь или еще что-то, то в любом случае, мне кажется, вам будет интересно посмотреть хотя бы, как это делает кто-то другой. И, возможно, какие-то советы вы используете и просто для каких-то обычных поездок с детьми. Потом Денис катается на горных лыжах, и это можно увидеть на его канале. Мужские суровые походы тоже у него есть. Какие-то простые, более лайтовые вещи. Все это, да, есть у Дениса на канале, канал разнообразный, поэтому есть ради чего подписаться. Три причины, по которым не стоит смотреть канал Дениса Доропея. Первая причина. У Дениса на канале в основном путешествия по России и ближайшему зарубежью. Поэтому, если вы ищете и хотите увидеть какие-то дальние страны, как кто-то там взбирается, не знаю, на Эверест или Килиманджаро и так далее, то пока что на канале Дениса этого нет. Его основное направление это все-таки Россия и ближайшие зарубежья. Вторая причина, по которой вам, возможно, не стоит смотреть его канал, это то, что канал походной тематики в основном. Дикого палаточного отдыха. Если же вы хотите смотреть, как кто-то там прилетел на Самуи, заселился в гостиницу, в отель, пошел на пляж, попил коктейль, съездил на экскурсию, попил коктейль, искупался в море, пошел поспал, то нет, у Дениса такого нет. Если вам вот это интересно, то канал Дениса вам будет неинтересен, потому что у него такого нет. У него все-таки экшен, приключения и такие дикие, в диких, можно сказать, условиях. У него не гламурный канал, не гламурных путешествий. Это круто. По-настоящему круто. Третья причина, по которой не стоит смотреть канал Дениса Доропея, это то, что у него на канале нету челленджей и пранков. Если вы хотите смотреть челленджи, пранки, то у Дениса на канале их нет. А также у него минимально поп и сись можно увидеть. Это вот тоже у него минимум и не основное его направление. Вот такой сегодня получился выпуск. Надеюсь, он был интересен. Напишите о том, что вам понравилось, что не очень. Смотрите ли вы канал Дениса Доропея, тоже напишите обязательно. И согласны ли вы с тем, что велодороги в России должны быть? Репостите, комментируйте, лайкайте это видео. Это помогает продвижению. А что с пальцами-то, ребят? Спасибо вам за внимание и до новых выпусков. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok